С начала года в Кыргызстане жертвами телефонных, а точнее кибертеррористов, стали десятки учебных заведений, редакции СМИ, торговые центры. Столичная гимназия номер 33 за пять месяцев получила 9 писем о заложенной в здании бомбе. Сообщения на электронную почту каждый раз присылали с разных адресов, но содержание было всегда схожим. Никаких требований нет, просто о том, что заложена бомба и угрозы. Требований никаких там не бывает. Угроза, что они приведут в действие вот эту взрывчатку, что они ненавидят людей. Ну, такие вот общие фразы. Руководство школы уверяет, к подобным ситуациям готовы. Дважды в год проводят учения. Главной задачей ставят создание безопасных условий для детей, пытаются и не останавливать надолго учебный процесс. Сами школьники говорят, что первое время был стресс от частых эвакуаций. Вчера, если не ошибаюсь, был девятый раз, как нас эвакуировали. В первые разы, конечно, было страшно, потому что думали, действительно, может, что-то случилось, потому что у всех была паника. Хоть нас и спокойно вывели, но все равно обсуждения первые были раза четыре точно. Также она признается, что уже сбилась со счету, сколько раз за последнее время эвакуировали дочку из школы. В родительский чат приходило минимум три-четыре таких сообщения. Привыкнуть к подобным новостям не удается. Это телефонные шутники, возможно. Какие у них цели, мы не понимаем, но все равно какая-то доля вероятности, потому что мы читаем мировые новости, что в той школе, в этой школе произошли несчастные случаи, и ребенок, который ушел утром в школу, он просто не вернулся домой, не вернется никогда. Все это автоматически всплывает, все это триггерит страшно, и переживаешь за безопасность своего ребенка. Эвакуация нередко совпадает с окончанием четверти. Ребенок, рассказывает Акджана, переживает за оценки и успеваемость, ведь впереди экзамены. Семья надеется, что современные методы позволят правоохранителям найти киберпреступников. В МВД и ГКНБ не сообщают о ходе следствия. В Госкомитете нацбезопасности нас попросили отправить официальный письменный запрос, и только после этого пообещали подготовить ответ с назначенной законом сроки. В апреле представитель спецслужбы единственный раз рассказал о проделанной работе. Тогда никаких надежд о поимке телефонных террористов озвучено не было. Аккаунты зарегистрированы на территории Украины и России. Мы проверяем по партнерским каналам, но владельцев аккаунтов не можем найти. Они использовали одноразовую электронную почту. Если ГКНБ не может их найти, о какой безопасности государства может идти речь? На сегодняшний день вы не выявили никого? Нет, пока не удалось выявить владельцев аккаунтов. Два года назад власти заявили о взломе аккаунта президента Джапарова в Фейсбуке. В ГКНБ начали проверку, сказали, что действовали также из-за рубежа, но о поимке взломщика не сообщили. Зато довольно эффективную работу спецслужбам удается проводить с критиками властей в соцсетях. В прошлом году по поводу публикации комментариев в сети на допросы в ГКНБ вызывали десятки кыргызстанцев. Среди них известные активисты и журналисты. Есть также случаи, когда за активность в интернете пользователи из Кыргызстана приговаривались к штрафам и ограничению свободы.